У моей подруги? Нет, вы её не знаете, не у той. Красота редким образом сочетается с добротой. И с мечтой о таком же ласковом, верном муже, чтобы его окружать заботой, готовить ужин, чтобы детки и дом, и радости, мир и покой. Только каждый её мужчина оказывается монстром. Даже если выглядит папой римским, то злым духом, распределённым на этот остров, то головорезом пиратом морей Карибских. Вот он вроде бы добр, надёжен, и принц не кто-то там. Даже рыбу не станет резать простым ножом. Через пару недель обнаруживается комната в тёмной части замка с останками бывших жён. Или простой, крепко сбитый, статный, кулак из жести. Не чурается крепких словец, не слабак, но и не невежа. Только вот по утрам откуда-то клочья шерсти в коридоре и на пороге следы медвежьим. Или, скажем, красиво ухаживает, дарит розы, танцует в вальс, кормит ужином при свечах, заводит под балдахин, шепчет нежно и вкратчиво, «Я без ума от вас!» И улыбка красивого рта обнажает его клыки. А с одним оказалась совсем беда. В кои-то веки всё было так. Только он исчез. Растворился в воздухе без следа. Навсегда. Очевидно, серьёзный маг. Нужно ли говорить, я теряла покой и сон, билась лбом о стену, сходила с ума от зависти. Как ты не понимаешь, в этом-то вся и соль, в этом-то видишь ли и весь замысел. Оборотень, и что? Ночью воду не пить с лица, с некромантом зато не страшно бродить над бездной. Сердцеед бы тебе показал, как разделывают сердца. Господи, неужели неинтересно? Я бы тоже вот так жила, ежедневно меняя лица, или шлялась по морю, бросив родне привет. Только мои чудовища все оказываются принцами, милыми, добрыми, без особых примет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова